Зима, скоро на Рождество, а на Ульсе... А я ее видела, вы уже в одном выпуске показывали, мне она очень понравилась. Все, что связано с растениями, у вас изумительно получается. Вот там, видите, окошечки там, да, видно, да? Ну, я плохо вижу, у меня маленький экран, но вы сказали, что это окно, и я поняла, что это окно. Цвета очень красивая. А сейчас будем начинать запись, да? А я уже начал. Вот ты молодец какой, прекрасно, прекрасно, вот как хорошо. Да, понятно. Вы участник школы? Я подписалась, я так поняла, кроме подписки, там пока нет какого-то другого особенного участия, либо я пропустила. Вы туда заходите, там же есть бесплатный вход, и вконтакте есть вход, и в фейсбуке есть туда есть вход, можете вот в видео, в комментариях. Я честно зарегистрировалась, и мне пришло уведомление о том, что я подписана на новости, поэтому я считаю, что да, зарегистрировалась. А, ну хорошо, хорошо, хорошо. Какой у вас вопрос? Вопрос. У меня к вам такой. Нормально ли это, что какие-то ключевые приемы перестают помогать? То есть я использую ваш прием шелтай-болтай, и он мне помогает иногда успокоиться. Вечером уснуть или даже на работе где-то так, на минутку выйти, подумать о своем. И буквально вчера у меня случилась ситуация, что я не могла успокоиться. То есть я делаю шелтай-болтай минуту, сажусь, и вместо успокоения получаю, что возвращается ситуация. Стала поделывать две минуты, снова такая же ситуация. И то есть мне этот прием перестал помогать. Нормально ли это? Только вчера перестал помогать. А так обычно он помогает, да? А, то есть вчера либо погода поменялась, либо вы не доспали накануне, либо какой-то стресс был, либо что-то такое было. Почему тот же самый прием, который вы делаете, например, шелтай-болтай, стал в этот момент вам помогать. Поэтому вы его сделали сколько минут? Одну минуту, две минуты, три минуты? Ну, получается, по нарастающей у меня вышло 15 минут. О, 15 минут. Надо было, знаете что, чтобы так долго не делать, добавить туда, перед этим ушки размять. Вы ушки размянуете. Знаете эту вещь, да? Ну, я видела, да, поразминать уши. То есть за ушами еще вы показывали в одном из видео. А это вы какой-то вебинар нашел, на курс смотрите, да? Нет, это то, что вы на YouTube показываете. У вас очень много интересной информации. То есть это в интернете раскрывается. Когда вы будете на нашем ежемесячном особом мини-онлайн-курсе, о котором мы все время делаем, я заранее там всегда можно увидеть, там задайте этот вопрос, а как именно надо ушки разминать, а как надо это делать, я все это покажу. А сейчас я вам в коротком моменте нашей встречи быстренько мы сделаем сканирование, чтобы вы знали еще до того вебинара, который будет, чтобы вы знали, как себе помочь. Если у вас этот прием, который вам нравится, что это болта не дает большого эффекта, чтобы вы его делали еще короче, мы сейчас быстро сделаем сканирование. Это такое упражнение метода ключа, сканирование. Вы можете встать? Ну, я постараюсь. Так, мне так будет видно, будет плохо. У меня сзади стена. Ничего страшного. Я не смогу встать, наверное. Ну, хорошо, ладно, ладно. Давайте мы так сделаем. Вот так вот головой поделайте, пожалуйста. Сколько раз? Да, вы делайте, делайте, я вам скажу, когда хватит. Да, и делайте, пожалуйста, в таком ритме, который вам нравится. Метод ключами на этим отличается, что вы идете по зеленой дорожке, то есть делайте так, как вам нравится, а не так, как надо делать. Как вам нравится. Чтобы вы отпустили себя и делали это, как вам нравится. Так, 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 так. А теперь на уровне плеч. На уровне плеч. Любые повторяемые движения. То есть вы сделали повторяемое движение на уровне головы. Теперь вы делаете на уровне плеч. Потом мы по возможности сделаем на уровне бедра. Давайте, давайте. Это сканирование. Мы сейчас сразу поймем, что это дает. Да. Вы сейчас увидите результат. Давайте, 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 давайте. Хорошо, хорошо. А теперь на уровне бедра как-то там, знаете, как-то там вот защититесь вот таким образом. Так, я так вот встану. Ну, как холохоп крутили раньше, когда-то в детстве там. Ну, когда вы холохоп крутили, вы как руки крутили? Холохоп это вы имеете в виду обруч, да? Или такой толстый? Да, да, обруч, обруч. Как вы держали холохоп? Как руки держали? Как? И найдите этот ритм, пожалуйста. Давайте, давайте, давайте. Еще, еще, еще. Так. Как вы ручки так держали, когда крутили холохоп? Да, как правило, так. Во, во, во. И делайте это в приятном ритме для себя. Все приемы ключа, надо идти в направлении поиска этих приемов путем перебора. Там принцип ключа, принцип подбора путем перебора по критерию наименьшего усилия. Я так понимаю, в пищи будут колени. А, ну, будут колени, а потом еще и стопы будут, а потом встанете, задумаетесь, а какой из этих приемов вы бы легче всего повторили? И выбрали этот прием, повторили. На все это ушло бы 3-2-3 минуты. А потом, то же самое, шалтай-палтай, уже дает мощнейший эффект. И вы после него... Даже сейчас, даже сейчас. Вот вы просто сядьте и давайте сделаем стресс-тест и посмотрим, как он сейчас происходит. Ключевой стресс-тест. Представьте, что ручки расходятся, они выйдут сейчас на автомат. Парение, гравитация, ну, вы это сами без меня будете делать потом, чтобы не было такого впечатления, что у меня внушение. Понимаете, что вы сами сможете делать. А теперь после этого, как вы сделали это небольшой участок сканирования? Просто сядьте вот так и задумайтесь. Пустите мощную самотеку. Это называется стадия постедействия. Особая часть. Когда человек первый раз начинает изучать метод бюджи, надо после этих приемов и этих или других, которые там подбирают для себя по специальному алгоритму, который мы даем. А потом после этого первые дни надо обязательно посидеть, задуматься, пустить мощи на самотек. И тогда ты начинаешь чувствовать, что и как тебе хочется сделать. Заснуть после этого, или поесть, или пойти дрова колоть, и выполнив это, ты восстанавливаешь свою целость, свой баланс. А ты можешь через несколько дней прийти опять к нам на связь, чтобы, поделав по моим рекомендациям, нам рассказать, как у тебя теперь получается и эти приемы, и что у тебя теперь в результате. Больше? Хорошо. Я за. Еще вопрос есть какой-нибудь поход? И несколько вопросов, если можно. И я слышала, что у вас будет книга очень скоро. Но не скоро, чтобы вы нашли издателя. Будет. Мы уже как бы ведем переговоры. Но это уже публикуется ли вы еще в процессе написания? Мы в процессе находимся. Вопрос заключается в том, что я хочу, чтобы эта книга была настольная книга в любом доме. Потому что там будет то, чего никогда раньше никакой книги мира не писали. Чтобы человек мог, независимо от возраста, студенту или бабушка. Ну, так должно быть отредактировано. Это большая работа с издателем. Чтобы, во-первых, она была с большим тиражом. Во-вторых, доступна любому человеку. И в-третьих, чтобы любой человек, читая ее, уже мог научиться этим приемам. Хорошо. Я читаю, да. И второй вопрос, такой более теоретический, наверное. Когда мы говорим о ключе, как правило, у меня представляется, что это нужно что-то физически сделать. Какое-то минимальное физическое движение. Там палец так мультирует. Нет, нет, нет. Нет. Дело в том, что мы просто когда у нас аудитория очень большая. Для того, чтобы понять, мы же не видим каждого человека в отдельности. Я же его не вижу. И кто книгу читает, я его тоже не вижу. Поэтому я на всякий случай сразу даю не так, чтобы он там в уме своем что-то сделал. Потому что это он может сделать после нескольких занятий. После нескольких занятий и с помощью таких приемов левитации, с помощью сканирования, с помощью подбора индивидуальных приемов. Там все у меня расписано. Алгоритм специальный. Чтобы он быстро понял, что ему подходит. Сначала он делает с использованием телесной действия. А потом через несколько раз у него формируется навык. И он уже потом без них может обходиться. То есть он только подумал об этом и у него уже снимается лишнее напряжение и энергия стресса распределяется на те цели и задачи, которые ну так сказать на исполнение его желаний, на исполнение его мечты туда распределяются. Поэтому ключ не состоит только из телесных действий. и этот ключ он как раз таки это синхронизация умственной работы, телесной работы. Это как раз таки междисциплинарная стадия. Это внутри у человека это есть у каждого. То есть это какой-то промежуточный этап я так понимаю до выработки автоматического навыка. Да, да, да. Причем навыки вырабатываются очень быстро за счет именно индивидуального подхода. А индивидуальный подход именно потому что там есть новые принципы правила и способы подбора приемов чисто индивидуально для каждого человека. То есть это как бы массовая школа, но при этом индивидуальный подход. Потому что там есть критерии для индивидуального подбора собственных приемов. Поэтому это получилось. Еще вопрос есть? А будет ли в вашей новой книге какой-нибудь такой инструкция, что ли, как подбирать индивидуальные приемы? Да, конечно. По примеру сканирования, потому что это, наверное, тоже? Да, конечно, потому что в предыдущих книгах, которые я писал, они были написаны пять лет назад, и десять лет назад, и двадцать лет назад. Давно. И тогда не было этих критерий. А за эти годы как раз эти критерии появились, потому что очень много-много людей этим пользуются, и они задают вопросы, и через это отфильтровалось, и появились критерии. Я там написал. Для того, чтобы подобрать свои собственные приемы и упражнения, пользуйтесь вот таким моментом. И там сказано никаким нечем. Хорошо, буду . скажите, как у вас получается. Хорошо, обязательно. Спасибо большое, я была рада с вами увидеться. И поделитесь с друзьями. Поделитесь с друзьями, потому что я хочу бесплатную часть школы «Человек будущего» отдать всем, всему населению страны, чтобы лекарств было необходимо с них меньше, чтобы агрессии было меньше, конфликтов было меньше, чтобы лучше спали, лучше быстрее высыпались, просыпались, бодрыми, с хорошим настроением, чтобы они научились это делать сами. Хорошо. Поэтому делитесь, делитесь, я могу это дать, поэтому выберите, пожалуйста. Хорошо. До встречи. Спасибо за ваши вопросы. Я очень люблю «Почемучек», потому что только «Почемучки» становятся великими. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.